Козлов Роман Я представляю компанию Integra Sky и сегодня хотел бы рассказать вам 15 полезных функций для IT-аутсорсинга. Во-первых, как родился этот доклад? Вот лет пять назад, когда я только организовывал свою компанию, я бы за этот доклад, наверное, отдал бы жизнь. Потому что каких-то реально полезных маленьких инструментов мне не хватало и мне приходилось все это испытывать на себе. То есть мне приходилось подбирать разные параметры работы нашей компании. Ну, немножко обо мне. Ну, во-первых, я уже представился. Что хотелось бы сказать, что я технический директор компании Integra Sky. Мы занимаемся IT-аутсорсингом. Также я веду бесплатные обучающие вебинары по микротику, на которые можно записаться вот там и посмотреть их можно. Ну, для начала хотелось бы рассказать про некоторых своих клиентов. Например, вот приходим мы к клиенту. У него стоит какие-то там две бэушные цискассы, купленные лет семь назад. У него есть пару филиалов. Все хорошо, все прекрасно. У него есть VPN-туннели на endpoint. Как бы у него есть задачи. Приходим к другому клиенту. У него стоит там CentOS 5. У него клиенты без всяких VPN-ов подключаются к RDP-серверу без шифрования и так далее. И у него есть какие-то задачи. Там, например, VPN организовать, стандартизацию провести, избавиться от некоторого нелицензионного софта, ну и так далее. Берем еще одну компанию. Я думаю, у всех такое бывало. А клиент что делает? У него ЧПУ, к которому нужно заливать раскройки. И заливать можно только из одного L2-сегмента сети. У него все на делинках, все прекрасно, все чудесно. И таких клиентов, вот представьте, разноплановых у меня 40. Еще один клиент. У них распределенный контактный центр по всей России. У них сидят операторы дома. И почему-то у них в центре всего этого стоит PFSense, который IPsec связан с крупным бизнесом, с компанией, которые покупают у них услуги. Да, на коленке, но работает. Я думаю, тоже видели подобные схемы. Естественно, все такие схемы вы встречали. И вы отлично понимаете, что когда вы работаете в этой компании, когда вы сотрудник этой компании, то у вас все хорошо. Но когда я представляю компанию, которая занимается IT-аутсорсингом, я отлично понимаю, что чтобы не завалиться в заявках, связанных, например, вот с этим, или вот с этим, да и со всем остальным, мне нужно выбрать какое-то устройство, которое, чтобы умело все стоило, как две пиццы и удобно настраивалось. Я думаю, вы все знаете, к какому выводу я в конечном итоге пришел. Да, именно. Что? Вот. В начале мы практически все это перебрали. То есть у меня был на складе, наверное, цисок 30 бэушных. С линуксом мы всегда возились, там всякие софт роутеры мы испробовали. И в конечном итоге пришли, что микротик-то нам нравится больше всего. Ну и вот теперь как раз эти самые 15 функций, 15 фишек, как у меня называл их мой коллега, за который мы выбрали как раз микротик. Ну, начнем с простых. Постепенно там будет что-то поинтереснее, что-то не очень интересное. Ну и в целом доклад у меня такой легенький. Ну, во-первых, зачастую у клиента бюджета-то и нету. То есть вот про людей, у которых делинки, ну, ничего сказать нельзя. Вот. Поэтому приходится покупать оборудование за свой счет. Приходим к клиенту, берем его на обслуживание, понимаем, что у него стоит прекрасный Asus, который выглядит как отличная подставка под самурайский меч, но при этом, при всем, как бы свою функцию не выполняет. Поэтому мы там Asus оставляем, пускай он также остается подставкой под самурайский меч, но роль центрального маршрутизатора пускай выполняет наша маленькая коробочка. Можем ее спрятать, чтобы никто не возникал. Ну и как бы самый большой плюс, что у нас есть большое количество аппаратных решений, которые мы можем применять в той или иной задаче. Дальше спасибо компании Микротик за выпуск Cloud Hosted Router, который можно устанавливать на любые практически виртуальные платформы, что мы и делаем. У нас есть варианты реализации и установки Микротика на практически все виртуальные платформы, то есть с чем мы только не возились. Из последнего очень понравилось на Nutanix. Если кто не слышал, советую посмотреть. Далее фишка номер два. У меня, как в любой компании, есть моя первая линия. Вы отлично понимаете, что вот пугать первую линию, например, command line интерфейсом Linux, голым, ну немножко как бы не очень. А перегружать элементарными запросами вторую и третью линию технической поддержки, как бы не интересно. Ну поэтому у нас Микротик используется, помимо всего прочего, из-за присутствия графического интерфейса, из-за иерархической структуры меню, из-за того, что по телефону очень легко и быстро можно объяснить, где что находится, даже человеку, который ни разу не работал с данным оборудованием. Далее. Вот приходим мы к клиенту. Вот прям любимая наша история. Жалобы на плохой интернет. Кто слышал эту жалобу? Да, вот, да. Я думаю, все слышали эту жалобу. Жалоба-то связана с КООСом, как вы уже поняли. Про то, что у клиента весь трафик стоит в пробке и работать никто не может. Соответственно, мы можем настроить КООС, выделить выделенную полосу, как вот в Москве у нас есть, и клиент перестанет жаловаться. Кому интересно, можете посмотреть вебинар. Во-первых, что бы еще хотелось бы отметить про КООС, и вообще про отношение к КООСу в нашей организации. С помощью КООСа мы боремся с домашними маршрутизаторами, которые используются в малом бизнесе. Вот вопрос от клиента. Почему вы принесли мне эту страшную белую коробку? Потому что у вас в вашем прекрасном АСУСе нет КООСа. Все. Иногда бывает, а иногда нет. Далее. Небольшие клиенты иногда могут давать совершенно своеобразные задачи. Вот, например, ограничить доступ ко всему интернету. Сейчас, секундочку. Кроме Яндекс.Картинок. И у них ничего нет, кроме микротика. И покупать они ничего не хотят, и проксю они не хотят, потому что зачем нам еще один сервер в компанию и так далее. Там, например, ограничить доступ на сервера клиентов из VPN только в определенное время и по определенному типу трафика. Или там с помощью звонка на телефонную станцию отключить интернет секретарши. Потому что там кто-то кому-то сказал, что секретарша слишком много сидит в интернете. Вот, вы все отлично знаете, и все мы отлично знаем, что это все можно реализовать на микротике. Это также именно играет роль в выборе оборудования. В выборе оборудования, которое мы используем в сетях наших клиентов. Далее, вот буквально, наверное, лет 8 назад у меня не было микротика. Я еще тогда о нем не знал. И вот я всегда мучился. Вот выяснял, чем занят канал интернета у клиента. То есть использовал всякие TCP дампы, НТОПы, НТОПы НГ, трафик анализер и так далее. И вот это вот нагромождение, оно постепенно превращалось там вместо того, чтобы вот элементарно за 2 секунды посмотреть, что происходит на канале, это превращалось в какой-то просто вот ад. То есть вот вспомним торч, как он нам прекрасно помогает. Вспомним снифер, который в режиме реального времени позволяет посмотреть, что конкретно у нас застряло. Дальше, инструменты для тестирования Wi-Fi. Например, на этапе знакомства с клиентом, я всегда с собой вожу микротик. Кто делает так же? Многие. Клиент может сказать, у меня проблемы с Wi-Fi. Ты смотришь, что-то у него там стоит, но он не микротик. Достаешь микротик, быстро запускаешь Spectral History, Spectral Scan, Snooper и все прекрасно. И показываешь, и говоришь, что нужно разнести по частотам, что у нас вот здесь проблемы, здесь проблемы, а здесь вообще лучше на пятерку убежать. И они что-то понимают? Да? Ну, мы можем рассказать, чтобы они поняли. Далее. Я думаю, у всех была такая ситуация. Вот у вас есть две сети с одинаковой адресацией. Даже маленькая сеть зачастую, но очень сложно поменять адресацию. Там могут быть какие-нибудь терминалы сборов данных, там могут быть какие-нибудь платежные терминалы, и еще бог знает что. Особенно, когда вот мы только пришли в компанию, мы еще толком не знаем, что происходит, но управлять этой самой компанией мы хотим. Поэтому у нас существует прекрасный инструмент NetMap. Мы можем, соответственно, спрятать сеть клиента, и для нас она будет совершенно с другой, скажем так, адресацией. Советую взять это на заметку. Иногда без этого просто обойтись невозможно. Далее. Вот, например, вернемся к тому клиенту, который PFSense держал в центре, и нужно было дружить с чем-либо. Так вот, из-за чего мы PFSense убрали? В один прекрасный момент там пришел некий еще один крупный клиент, у которого было там специфичное оборудование, которое с PFSense не захотело дружить. В конечном итоге поставили микротик, подобрали параметры IPsec, и все у нас залетало. Вот, также, соответственно, у этого клиента были проблемы с тем, что у него люди работают дома. Иногда не проходит L2TP, иногда не проходит PPTP. Мы уходим на OpenVPN, мы уходим на SSTP. То есть у нас нет ограничения в выборе клиент-серверных VPN протоколов. Далее. Ну, все вы знаете, я надеюсь, что у нас микротик поддерживает большое количество протоколов динамической маршрутизации. Про них мы говорить не будем. Просто можно сказать, что не существует оборудования за 30 долларов с такими широкими возможностями. Где мы его используем? Мы его используем, мы не анонсируем сети клиентов друг на друга. Схема нашей сети выглядит примерно следующим образом. У нас есть какое-то количество клиентов, они все подсоединены к двум дата-центрам по VPN. А дальше уже дата-центрам между собой настроенную SPF, который распределяет сети клиентов по точкам, откуда мы работаем. То есть тем самым для открытия нового офиса, ну, например, чтобы мне открыть новый офис со службой техподдержки, ну, достаточно купить микротик, далее прописать VPN и настроить протокол динамической маршрутизации. Все сети придут ко мне. Далее возможности использования централизованного управления и мониторинга. Ну, все мы знаем про Dute, все мы знаем про Zabbix, ну, а также, например, то, о чем я хотел в прошлом году рассказывать, меня немножко опередили, это про Ansible. мы Ansible используем как такой вот именно опросник. То есть мы запускаем некий плейбук, который говорит, введите IP-адрес устройства для доступа к нему. Там такой-то внутренний IP-шник, внешний, неважно. Введите имя устройства, введите там адрес устройства без последнего там октета и так далее. То есть мы вводим те параметры, которые у нас изменяемые от клиента. Далее Ansible подключается у нас непосредственно к маршрутизатору и его настраивает, делает готовую конфигурацию, которую мы уже потом в дальнейшем используем, модифицируем и так далее. Советую этим пользоваться. Вот история про удаленные филиалы в новую точку доступа. Я думаю, все сталкивались с ситуацией. Вот звонит клиент, говорит, мы тут открыли филиал, Роман, вчера, и нам бы уже хотелось работать в Одинесске, а то люди уже работают, мы им уже зарплаты платим, но мы забыли вас предупредить и вот нужно что-то делать. Но мы такие хорошие, мы микротик вроде как там какое-то купили в соседнем магазине, потому что клиент знает, что у нас все на микротиках, это хорошо. Мы там с помощью мобильного устройства подключаемся к ноутбуку клиента, мучаемся с ним, и потом с помощью МакТелнета вот это вот изобретение, микротика просто потрясающе. С помощью него столько сетей удаленных настроили, что без него мы просто закопались бы в поездках по России. Рамон то же самое. Из плюсов клиент приносит новую точку доступа, например, у него там развернут капсман каким-то образом, воткнул новое устройство, нам необходимо зайти по МакТелнету, там одной срочкой tool Ramon enable, и дальше уже наши младшие инженеры с помощью Winbox могут настроить устройство под заданные функции. Далее, без радиуса, по-моему, жить достаточно сложно. Чем компания больше становится, вот наша компания, не компания наших клиентов, тем сложнее бывает уволить инженера. И потом лазить по всем нашим устройствам и изменять пароли. Можно было бы, конечно, сделать костыль на Ansible и так далее. Можно пользоваться SSH ключами, но вот радиус, который синтегрирован с какими-то другими системами авторизации, в этой задаче практически незаменим. Далее, сегодня уже Кирилл рассказывал про отказоустойчивые схемы удаленных подключений. То есть, во-первых, резервирование интернетов, это фактически, наверное, один из самых часто встречающихся кейсов. Именно благодаря нему мы используем непосредственно оборудование микротик. Ну, как рассказывал Виталий, без капсмана никуда. У меня есть даже вебинар на эту тему. Мне очень нравится капсман. Спасибо компании микротик за то, что они постепенно развивают эту самую систему. И благодаря ей мы реализуем достаточно много проектов, которые помогают в нашей работе. Ходспот. Также хотелось бы отметить, что вот у меня был вебинар, где я реализовал схему микротик авторизации с помощью смс без каких-то дополнительных сервисов. То есть генерится пароль непосредственно на самом устройстве микротик. С помощью USB там модема отправляется смс к клиенту и он далее уже непосредственно входит в систему. Ну и напоследок вчера рассказывал Дмитрий про систему резервного копирования. Мы подошли немножко более шире. То есть мы используем GitLab, потому что GitLab он всеяден. Он не только завязан на каком-то конкретном сетевом оборудовании. Он также у нас завязан на Linux, он завязан на некоторых наших внутренних разработках. И соответственно все бэкапы, RSC-шники и точка бэкап складываются у нас в наш внутренний локальный GitLab, где мы можем посмотреть, какие изменения в последнее время у нас происходили на наших маршрутизаторах. Те люди, у которых маршрутизаторов много или когда у вас количество маршрутизаторов стремится к какому-то большому-большому количеству, я думаю, рано или поздно приходит такой схеме. Опять же, контролировать своих инженеров зачастую бывает достаточно сложно. Кто-то где-то что-то поменял, что-то не работает, сразу зашли в GitLab, посмотрели измененную конфигурацию и поняли, что вот кто-то сделал что-то не так. Опять же, если была авария, можем очень быстро и легко проверить, в чем, ну не было ли причины с нашей стороны. Вот. Надеемся, что никогда не бывает, но, как говорится, всем приходится подстраховываться каким-то образом. Все, спасибо большое. Вот. У меня докладик закончен. У нас также проходят курсы по астериску. Вот. Приходите. Вот. Не у меня. Нет. У нас не официальные курсы по астериску для сертификации в Дубну. Спасибо. Спасибо. Спасибо.